Адвокаты обжаловали Отказ апелляционной палаты допустить Марину Таубер К участию в процессе Новое заседание запланировано на 20 августа В четверг утром перед зданием суда Прошла акция протеста В поддержку политформирования Демонстранты принесли с собой плакаты С надписями требуем справедливого правосудия Спасите Молдову Через жстиции корректы Через жстиции корректы Члены блока победа Пришедшие поддержать политическое формирование Заявили, что судебная система Стала захваченным органом Нас не допускают, не позволяют И отстраняют от избирательного процесса Что дало бы нам возможность Высказать свои мысли Представить своего кандидата От блока победа На данный момент есть формулировки На основании которых нас не регистрируют В этой избирательной кампании Потому что мы использовали не тот шрифт Может быть этот шрифт на этом плакате Где мы требуем справедливого правосудия Позволит нам зарегистрироваться в базе данных И ЦИК нас услышит В настоящее время мы обращаемся К представителям судебной власти Которые находятся в этом здании Позволить нам, представителям народа Зарегистрироваться, быть услышанными народом И иметь возможность донести свой голос до общества У лжи, как и у указаний, короткие ноги И сегодня мы пришли напомнить вам Что ваши партнеры по развитию не наши Они не народные Они именно ваши В Брюсселе ясно сказали У нас самые большие судебные ошибки И самое большое вмешательство правительства В систему правосудия Прочитайте еще раз информационные заметки Если у вас есть здравый смысл Перестаньте быть политически покорными Хватит У этой власти осталось мало времени До того, как она уйдет Регистрируются разные партийные формирования Кандидаты в Болдове Запрещают целые политические блоки Запрещают людей Этим самым Неуважаемая Санду Неуважаемая партия ПАС Доказывает всему миру Что они провалили свою задачу По развитию Республики Молдова Они убили Молдавскую государственность Они убили В нас Молдавский язык Но Мы отстоим это право И всеми Всеми усилиями 20 октября Мы скажем Нет Это евроинтеграция Которая принесла только боль Молдавскому народу Мы скажем Нет Такому президенту Как Майя Санду И мы скажем Да Свободе слова Скажем Да Правосудию Выходя из здания апелляционной палаты Марина Таубер выразила надежду Что справедливость восторжествует Судьи примут правильное решение И в Молдове пройдет свободный И справедливый избирательный процесс Я считаю это очень важным Потому что я фигурировала в этом решении Центра избиркома Я считаю, что все, что было сказано в решении Центра избиркома Абсолютно незаконно Мы уже несколько раз высказывались по этому поводу Мы ждем правильного решения апелляционной палаты И того, чтобы в нашей стране появилась возможность проведения честных и свободных выборов Как и в прошлый раз Сюда пришли наши сторонники Вы видели, что было много молодых людей Которые хотят жить в свободной, демократической, суверенной, независимой стране К сожалению, приходится констатировать, что мы приходим в суд как на работу Мы уже привыкли начинать день судебного заседания Как в нашем случае, так и в случае с блоком победа В случае партии, которые мы представляем Но мы уверены, что победа будет за нами Справедливость должна восторжествовать И нас должны услышать судьи и другие представители органов юстиции Напомним, что Центр избирком отказал блоку победа в регистрации В качестве конкурента на конституционном референдуме и на президентских выборах Это объяснялось тем, что название блока якобы идентично названию партии Виктория Победа Адриан Кажакару, адвокат политического блока победа, назвал решение ЦИК незаконным И заявил о намерении оспорить его в судебной инстанции Партии блока победа призывают граждан прийти на референдум и проголосовать против Внесения изменений в конституцию с целью вступления в Евросоюз Референдум по внесению изменений в конституцию выборы президента пройдут в один день 20 октября Оппозиция и ряд экспертов подвергли резкой критике решения организовать два избирательных процесса одновременно Майя Санду мотивировала эту идею тем, что президентские выборы обеспечат большее количество участников пребисцита Большинство молдаван, проживающих за рубежом и онлайн зарегистрировавшихся для участия в осенних выборах находятся в Российской Федерации С момента запуска платформы в мае зарегистрировались уже свыше 1130 наших соотечественников, проживающих в России При этом в Германии для голосования зарегистрировались чуть более 390 молдаван В Италии почти 380, в Румынии около 300 наших граждан заполнили онлайн форму, а в США 297 Из общего количества свыше 100 тысяч молдаван из диаспоры, зарегистрированных в ЦИК со временем предыдущих выборов на этих выборах зарегистрировались лишь около 4 тысяч соотечественников Это следует из статистики, представленной на странице Центра Сбиркома Предварительная регистрация не требуется, однако цель этого исследования состоит в том, чтобы установить примерное количество избирателей выразивших намерение проголосовать за границей в день выборов и является одним из основных критериев, которые, согласно избирательному кодексу, будут влиять на определение количества и географии избирательных участков которые будут открыты за пределами страны В конце мая, во время запуска платформы предварительной регистрации, председатель ЦИК Анжелика Караман заявила, что, учитывая положение нового избирательного кодекса когда будет принято решение о количестве участков, открытых за границей, будут учитываться три основных критерия динамика участия избирателей на последних выборах, данные Министерства иностранных дел о количестве и местонахождении Молдаван а также количество предварительных регистраций И хотя, по словам председателя ЦИК, количество людей, зарегистрировавших ранее на предыдущих выборах, остается действительным Тем не менее, количество регистраций на осенние выборы очень важно для определения того, где именно необходимо больше избирательных участков В чем новость? Мы будем говорить о том же количестве регистраций, которые у нас есть в качестве контрольного показателя потому что эти регистрации остаются действительными Мы внесли некоторые изменения, дадим количество людей, которые непосредственно регистрируются на этих выборах чтобы проследить эту динамику а также это число, которое зарегистрировано для данного опроса или, как гласит закон о выборах, мы должны будем учитывать это число, которое зарегистрировано для каждых выборов Граждане Молдовы, желающие проголосовать по почте, также могут зарегистрироваться на той же платформе Однако, в случае с нашими соотечественниками, проживающими в шести государствах где будет проводиться голосование по почте, регистрация обязательно По состоянию на 15 августа соответствующую форму заполнили чуть более 400 человек Уточним, что на реализацию голосования по почте государство потратило около 19 миллионов лейв Платформа инрегистрари-чек.н.д. была запущена 28 мая Граждане Молдовы из диаспоры смогут зарегистрироваться на ней до 8 сентября По словам председателя ЦИК, решение о количестве избирательных участков, открытых за рубежом будет принято не позднее, чем за 35 дней до выборов В общей сложности голосование на президентских выборах и референдуме 20 октября обойдется государству более чем 306 миллионов лейв Находясь в оппозиции, Майя Санду и партия Действия и Солидарность, которую она возглавляла, активно требовали снижения тарифов Так, в феврале 2018 года члены и сторонники ПДС, вооружившись плакатами с гневными надписями Провели акцию протеста перед Национальным агентством по регулированию в энергетике Требуя снизить тариф на природный газ Председатель ПДС Майя Санду подала тогда в Наре петицию, под которой подписалось 1200 человек с требованием ускорить пересмотр тарифов «Мы хотим платить реальную, а не завышенную цену», — говорила она тогда «Давайте скажем правду, когда они говорят, что хотят пересмотреть тарифы, они хотят осуществить эти изменения ближе к парламентским выборам Чтобы некоторые люди подумали, что это подарок от демократической партии Нам не нужны подачки, мы хотим платить реальную, а не завышенную цену Более того, мы не знаем, куда идут эти деньги Эксперты подсчитали, что из-за того, что Наре вовремя не скорректировала тарифы Потребители доплатили за потребление газа дополнительно полтора миллиарда леев Тогда, в феврале 2018 года, Майя Санду подала жалобу в прокуратуру по борьбе с коррупцией Потребовав привлечь к ответственности руководство агентства по регулированию в энергетике За то, что оно не скорректировало тарифы на природный газ в 2016, 2017 и 2018 годах А это нынешний министр иностранных дел Михаил Попшой На протесте 3 февраля 2018 года переживает за пенсионеров Которым из-за высоких тарифов приходится слишком много платить за коммунальные услуги Есть много пенсионеров, очень много, которые после оплаты счетов за теплоэнергию Остаются абсолютно без ничего, а в некоторых случаях и выходят в минус А вот и нынешний спикер парламента Игорь Гроссу В марте 2018 года разоплачает правящую демократическую партию Что она собирается перед выборами снизить тарифы Есть вполне обоснованные подозрения, что весь этот цирк производится в год выборов Вопрос, почему до сих пор это агентство, которое получает очень хорошие зарплаты По 50-60 тысяч леев в месяц, не пересматривало тарифы на протяжении двух лет Тогда, когда ПДС так возмущались огромным тарифом и так сопереживали жителям страны Этот тариф составлял 4 лея 64 бана В 2022, когда Майя, Санду и ПДС находились у власти, тариф на газ вырос в 7 раз До 30 леев за кубометр Власти утверждали, что это из-за войны в Украине и глобального энергетического кризиса Эксперты и оппозиции уверены, что из-за нечистоплотной позиции официального Кишинева По отношению к Газпрому из-за долговых обязательств, которая привела к фактическому разрыву отношений с российским концерном А также засекреченных сделок на газовом рынке, когда значительные объемы газа покупались почти по 1000 долларов за 1000 кубометров И в гораздо большем, чем это было нужно, объеме В результате чего потребители еще больше года были вынуждены переплачивать за газ Бывший вице-спикер парламента Александр Слуцарь обвинил в закупке излишних объемов дорогого газа и тайных газовых схемах Министра инфраструктуры Андрея Спыну, который, по его словам, в ручном режиме управлял госкомпанией «Энергоком» Уже все, кроме Андрея Спыну, громогласно или шепотом признают, что эти дорогостоящие объемы газа были закуплены в избытке Прокуратуры и НЦБК собрали все материалы по соответствующим сделкам Но в ситуации, когда господин Спыну вернулся в правительство со спокойной душой И с трудом продвигает версию о том, что он эффективный менеджер Мне не есть большие сомнения в том, что наша реформированная судебная система Осмелится привлечь к ответственности доминатора, пока он дергает за властные ниточки Заявил Александр Сулсарь Бывший премьер-министр Ион Кику сравнил газовые сделки, проведенные начиная с 2022 года, с кражей миллиарда Они заработали колоссальные деньги, это вторая кража миллиарда в нашей стране Но как у нас выходит, когда такое случается, мы не хотим в это верить Но проходит год-два, как это было в случае банковского мошенничества Давайте зададимся вопросом, почему Республика Молдова платит тариф на газ в 4 раза выше, чем Украина В 3 раза выше, чем Венгрия и так далее По словам экономического эксперта Вячеслава Ионицы, продажа газа в Молдове всегда была успешным бизнесом Но то, что произошло в 2023 году, войдет в учебники экономики С июня 2023 года по октябрь 2023 посредник Энергоком закупает на международном рынке 598,5 миллионов кубометров природного газа по средней цене 401,5 долларов за тысячу кубометров И платит 240,5 миллионов долларов Пока проблем нет Цена, которую заплатил Энергоком более или менее соответствует средней закупочной цене в Европе Но чудеса уже начинаются Как нам известно, у Энергокома есть проблемы, связанные с более ранними закупками По этой причине они решили продать эти объемы газа компании Молдова Газ В период с июня 2023 года по февраль 2024 года по средней цене 593,8 доллара на 48% дороже В результате этих сделок Энергоком получает от Молдова Газ, а точнее от всех нас 356 миллионов долларов на 126 миллионов больше, чем заплатил закупленный природный газ Написал Вячеслав Янице в своем блоге Но и у Молдова Газ тоже есть проблемы Потому как, отмечает эксперт Молдова Газ Применил самую большую надбавку к стоимости поставляемого населению газа за всю свою историю И в итоге вывел тариф в 18 леев 7 банов за кубометр с учетом НДС Это в 2,5 раза выше стоимости газа Молдавская энергетика всегда способна была удивить Но произошедшее это что-то новенькое, нео-молдавское, заключил Вячеслав Янице В то время как потребители переплачивали за природный газ колоссальные суммы Министр инфраструктуры Андрей Спыну, обвиненный оппозицией в махинациях с газовыми сделками Хвастал прессе, что освободил страну от Газпрома и дешевого российского газа Размышляя о вашей карьере до сегодняшнего дня, что вы считаете своим самым большим достижением? Конечно же энергетическая безопасность и то, что я спас страну от Газпрома Президент Майя Санду проигнорировала многочисленные обвинения в адрес Андрея Спыну И требований провести расследование сделок по закупке природного газа Хотя еще пару лет назад стояла на митингах, ходила в прокуратуру И требовала привлечь к ответственности тех, кто виновен в том, что граждане переплачивают за газ миллиарды лев Теперь же она грудью встала на защиту Андрея Спыну Назвав все обвинения в его адрес пустым звуком и спекуляцией И назвав Спыну чуть ли не героем Андрей Спыну, министр инфраструктуры и регионального развития В предыдущем мандате курировал очень сложные направления И прежде всего я имею в виду энергосистему Андрей принял на себя имиджевый удар, пытаясь решить чрезвычайно сложные задачи И решил их Как сообщалось раньше, в отношении Андрея Спыну возбуждено не менее трех уголовных дел Генеральная прокуратура подтвердила, что расследует обстоятельства продления в 2021 году Контракта с Газпромом, который нанес ущерб государству и гражданам в размере более 40 миллионов долларов По этому делу Спыну грозит до 10 лет тюрьмы и до 15 лет запрета занимать государственные должности Однако, как заявил в своем недавнем интервью на AirLife бывший лидер платформы Да, Андрей Анастаси Расследование этих дел всячески блокируется Раздраженность людей и потерянное время Таковы впечатления пассажиров, вылетающих из международного аэропорта Кишинева В соцсетях размещены видео, авторы которых жалуются, что из-за некомпетентности представителей аэропорта Им не удалось вылететь, хотя они прибыли в аэропорт более чем за три часа до отправления самолета Мой самолет улетел сегодня без меня, у меня рейс сегодня был в 12.30, ну неважно Я зарегистрировалась за три часа, потом была просто нереальная, огромная очередь на контроль Короче, всем было просто нахуй И к стойке регистрации, уже через которую вы должны вылетать, я подошла в 12.32 И прекрасные, милые девушки с Fly1 успели, нашли вернее время снять мой багаж с рейса Но почему-то не нашли время, чтобы посадить меня на этот самолет, который в итоге потом улетел на 40 минут позже Недовольны ситуацией в аэропорту и те, кто встречает или провожает своих близких Люди рассказали нам, что такой хаос начался с тех пор, как аэрогавань вернулась под управление государством Конечно страшно, но я не понимаю, но никогда не слышала такого, чтобы было вот так вот в аэропорту В аэропорту всегда было так правильно, четко, можно было сесть вовремя и улететь, и прилететь Но такого, как сейчас, я не знаю, но это я первый раз слышала и первый раз это видела Я увидела по фейсбук, что там столько людей, аж испугалась Есть какие-то изменения, потому что взяли в государство Когда было частное, то было намного лучше Люди старались делать для людей, а сейчас они не стараются для людей Если чекин здесь, то очередь аж идет до конца аэропорта Да, то есть люди много стоят, в очереди детки маленькие, взрослые все Ну да, мы удивились, мы не поняли, что произошло, почему столько людей стоит Мы растерялись Сейчас все стало гораздо хуже, чем было раньше Оскорбительное отношение к гражданам, которые летят отдыхать, и к детям, толпы людей Никаких правил, все ходят вокруг Пограничные полиции и работники аэропорта И все, кто там есть, они просто ходят, они работают Чтобы скоротать время и получить большие зарплаты Согласно заявлению пограничной полиции, причиной хаоса является большое количество рейсов в летний период И ограниченная пропускная способность инфраструктуры аэропорта Ситуация вышла из-под контроля с момента ограничения доступа в терминал Куда пропускают только пассажиров с билетами, а также членов экипажей самолетов Данное решение вызвало резкую критику встречающих Поскольку им приходится ждать на улице под ветром, дождем или в зной В отсутствии элементарных условий Служба государственной охраны Республики Молдова потратит 3,9 млн леев на закупку новых транспортных средств Речь идет о шести автомобилях производства этого года, а также об автобусе с пробегом В опубликованном сообщении учреждения говорится, что будут приобретены три автомобиля с автоматической коробкой передач Другие три с механической Все машины должны быть черного цвета Оснащены дизельным двигателем, полным приводом, передними и боковыми подушками безопасности для водителя и пассажира на переднем сиденье Кондиционером, медиадисплеем с радио, сенсорным экраном, минимум четырьмя динамиками и другим оборудованием Для автомобилей с автоматической коробкой передач также обязательно красные и синие световые и звуковые сигналы, а также стационарная радиостанция Задние сиденья должны быть складными Кроме того, машины должны быть оснащены парктроником Необходима также гарантия минимум на три года или на 100 тысяч километров Автобус должен быть белого цвета с дизельным двигателем, кондиционером с максимальным пробегом 10 тысяч километров и не старше 2017 года выпуска Вместимость автобуса от 12 до 14 мест Пятый канал обратился в службу государственной охраны, чтобы выяснить, для чего нужны новые машины и автобус с пробегом Где их планируется использовать, когда и для кого они предназначены, почему автобус обязательно должен быть белого цвета Мы также хотели узнать, будут ли в дальнейшем машины оснащаться специальным охранным оборудованием Кроме того, мы попытались выяснить, на какие деньги будут закуплены транспортные средства Предусмотрены ли на эти цели финансовые средства на этот год и насколько старый сейчас автопарк службы госохраны На что представители учреждения попросили направить им официальный письменный запрос Ответ на него мы пока не получили Я еще не видел ничего подобного Люди добрые, я не видел ничего подобного, сколько себя помню Такого воровства, такой крупной кражи, это катастрофа Посмотрим, что было сделано на эту сумму Европейское село Экспресс Одна тысяча евро, две, три, четыре, пять тысяч евро Вот по тысяче евро за каждую скамейку Дальше сетка, сетка должна быть дорогой Замок, замок стоит 58 леев или может 58 тысяч Это видео снято возмущенным жителям села Миклеушены Страшенского района Мужчина с сарказмом рассказывает как он доволен инвестициями на сумму более 372 тысяч леев В рамках проекта Европейское село на реконструкцию местного волейбольного стадиона Европейская спортивная площадка, обустроенная в молдавском стиле, выглядит так Посередине этот искусственный пластиковый ковер, а вокруг него растет давно некошенная трава Волейбольная сетка порвана Место огорожено металлической сеткой, снаружи несколько скамеек На всю эту красоту потрачено ни много ни мало 372 тысячи леев Возмущены и другие жители Миклеушен Люди говорят, что шокированы суммой, вложенной в ремонт спортплощадки И что особой разницы между тем, что было и тем, что есть, они не видят При этом жители села продолжают приводить сюда своих домашних животных на выпас Этот стадион там с тех пор, как я ушел в армию, с незапамятных времен Здесь мы еще картошку пекли Теперь вот что, они должны что-то делать, чтобы привлечь людей, молодежь Вот такое руководство, я так думаю Сетка и пять скамеек не стоят 400 тысяч Да, можно было бы нормально хотя бы траву покосить Должен быть порядок Что было сделано? Абсолютно ничего Пасется лошадь Серафима там, и все На что были потрачены деньги? Нам ничего не дал Может, с тобой поделился хоть тысячей Советники сидят просто так и получают зарплату Как-то так, это разве честно? Хотя на табличке, прикрепленной к сетке ограждающей стадион Четко указано, что работы начались 1 сентября 2023 года и закончились 21 декабря 2023 года Примар Селара Дикабутнару утверждает, что над этим объектом еще предстоит поработать Она отказалась отвечать на вопросы нашего репортера перед камерой, но за кадром сообщила, что работы не закончены Хотя на информационной табличке четко указана инвестиционная стоимость – 372 522 лея Мы все же спросили, сколько на самом деле было потрачено на реконструкцию спортплощадки Но Примар, похоже, запуталась в расчетах и не смогла ответить на этот вопрос Мало-помалу работаем Расскажите подробнее, когда ее отремонтировали и сколько на это было потрачено Учитывая все вышесказанное, я не знаю Напомним, программа «Европейское село-экспресс», запущенная правительством, направлена на модернизацию сельской инфраструктуры Посредством реализации срочных проектов с максимальным сроком исполнения в 6 месяцев И возможностью доступа к финансовым ресурсам до 450 тысяч леев Майя Санду отказалась отвечать на вопросы корреспондента 5-го канала Глава государства проигнорировала нашу съемочную группу, которая пыталась выяснить Выполнит ли президент просьбу фермеров о введении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве из-за губительной засухи в стране Позвольте мне только один вопрос Фермеры с юга страны пришли к вам из-за... Но почему вы нам не отвечаете? Почему нам не отвечает госпожа Майя Санду? Санду поспешила к машине, хотя 4 года назад перед президентскими выборами она активно участвовала в протестах ПДС, организованных в защиту фермеров, пострадавших от стихийных бедствий Мы требуем выделить не менее 1 миллиарда леев на помощь аграрному сектору А если у правительства нет денег, то ему следует занять их у внешних доноров На встрече с фермерами в прошлом году Майя Санду сказала им, что решением проблем на местах занимается профильное министерство После чего фермеры ушли, разочарованные таким отношением со стороны главы государства 13 августа фермеры на юге страны пригрозили протестами, если власти не помогут им избежать банкротства из-за засухи Они предложили встретиться с Майей Санду и с председателем парламента Игорем Гроссу В ответ премьер-министр Дарин Ричан объявил, что приглашает фермеров на дискуссии 20 августа Ранее представители аграрного сектора юга страны жаловались, что из-за жары они потеряли от 70 до 80% посевов кукурузы и подсолнечника А некоторые лишились всего урожая Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова